Это очень трудно себе представить, насколько эта практика меняет жизнь. Вот ничего не останется от тех проблем, которые у вас в жизни существуют. Есть два способа менять судьбу. Один способ — это реагировать на ситуацию. Этот способ очень слабый, он не работает. Ну, допустим, меня увольняют с работы, я пытаюсь договориться, чтобы не увольняли. Этот способ не работает, потому что если тебя увольняют с работы, значит, на это уже есть огромная сила твоей судьбы, которая действует уже давно, и она давно рушит твои отношения с окружающими людьми и так далее. Поэтому, если человек очищает себя изнутри, свое сердце, когда он с помощью контакта со святым человеком думает о святом человеке, кланяется ему, на кого мы настраиваемся, с тем мы связываем свою жизнь. Если мы настраиваемся на свои проблемы, думаем о них, мы с ними связываем свою жизнь и попадаем в капкан судьбы. Мы как бы не можем вырваться из этой ситуации. Но если человек думает о святом человеке, кланяется ему, он связывает себя со святостью. Через святого человека божественная сила. Господь начинает заботиться о нас. В обычной жизни Господь о нас не заботится, потому что мы живем по законам своей судьбы. Но когда человек связывает себя со святым человеком, кланяется ему, думает о нем, в этот момент первое, что происходит в сердце, происходит успокоение. Что это значит? Это значит, что те связи, которые с нами существуют, у нас с работодателем, с детьми, с мужем, с кем угодно, эти связи перестают на нашу жизнь плохо влиять. Поэтому сердце успокаивается, потому что в сердце находится источник силы человека. Все связи, все отношения с окружающими людьми на тонком плане, психическом плане существуют в нашей жизни. И мы об этом ничего не знаем, но они существуют и действуют на нас. Когда человек в молитве кланяется святому человеку, первое, что приходит в успокоение. Это значит, что вот здесь, в области нашего сердца стало лучше, но связи сами еще могут оставаться плохими. И через несколько часов опять на сердце наступает камень. Но если человек продолжает молитву и поклоны, то начинают меняться эти отношения. В чем это выражается? Это выражается в том, что человек начинает чувствовать, что работы с работы может и не уволят. Есть какая-то вероятность, что у меня все будет хорошо. Появляется в сердце такое чувство. Потом, если человек продолжает дальше и дальше это делать со временем, он побеждает даже отношения. Директор завода становится хорошим человеком для него. Он чувствует от него хорошее что-то идет. Он начинает вспоминать хорошие его поступки по отношению. И при взгляде, при встрече меняется взгляд, отношения меняются. Один раз встретиться достаточно, чтобы он поменял свое мнение. Он подумает, может быть, я его уже не буду увольнять, этого человека. Представляете, как это очень мощно все действует в нашу жизнь. Но большинство людей, они ленивые в своем сердце. Они не то, что они не хотят трудиться, они просто не знают, зачем это надо. Почему человек ленивый в своем сердце? Потому что он не понимает, зачем ему это надо. В этом вся проблема. У нас нет знания. Мы не понимаем, зачем нужна вот эта молитва. Ко мне сегодня подошло несколько человек вчера вечером и благодарили за лекции. И говорили о том, что лекции поменяли жизнь. Этого недостаточно. Этого недостаточно. Просто слушать лекции. Нужно действовать. Нужно начинать молитву. Нужно с утра заставлять себя выполнять эту практику, о которой мы говорили. Эта практика, она даст очень много внутреннего знания. У меня есть несколько... Я уже начал такие семинары давать. Я такой семинар прочитал в Киеве последний. Попробуйте найти эти лекции. Киевские. Есть в Киеве такой семинар. Есть в Москве. Есть в Питере. Чисто о технике молитвы. Вся лекция, обсуждение, что происходит со мной во время вот этого настроя. Это очень важно для каждого человека. Особенно в наше время. Самое главное в этой технике — это неустанно слушать голос святого человека, если у вас есть такая возможность включать этот голос, слушать и кланяться святому человеку. Не отвлекаясь ни на что другое. Самое главное — это вспоминать святого человека и кланяться. Вспоминать и кланяться. Естественно, к вам в психику, в мысли, через сердце будет приходить много разных моментов жизни, трудностей, проблем. Надо продолжать думать о святом человеке, не зацикливаться на трудностях. Если вы сами стояли, то через на трудностях, значит, вы хотите их решать своими силами. Это у вас не получалось до этого. Если у человека получается решать трудности в сердце, вы даже о них не вспомните. Вот, допустим, человек заразился вирусной инфекцией, но если ему в сердце хватает силы, чтобы это решить, вы даже не узнаете, что вы болеете. У вас не будет даже чувства, что вы заболели. У организма хватает сил, он всё решил сам. Но когда не хватает силы, тогда в сердце появляется тревога. Скорее всего, я болен. Появляется тяжесть в голове, насморк, слизь и так далее. Понимаете? То есть вот здесь находится индикатор нашей судьбы. Если мы с чем-то не справляемся, значит, здесь будет тяжесть, неприязнь, ощущение, что мне что-то вот здесь, допустим, девушка думает, я не могу выйти замуж, ей тяжело. Что это значит? У неё нет своей силы, не хватает своей силы это делать. Но это не значит, что она никогда не выйдет замуж. Просто начинаем кланяться святому человеку, начинаем молитву, и всё меняется в жизни. Вот здесь тяжесть проходит уже через 15 минут этой практики. Представьте, что если вы в день по часу будете это делать, сколько вам нужно дней, чтобы замуж выйти? То есть я серьёзно говорю? У некоторых не такая тяжёлая карма, просто чуть-чуть потрудились, и всё меняется в жизни. Чуть-чуть только потрудились, это не такое длительное время. У меня были такие ситуации в жизни, что мне приходилось по 8 часов в день такую молитву совершать, и камень всё равно возвращался на следующий день, потом опять 8 часов в день, потом опять, и так целых 3-4 недели, и потом всё равно судьба отступает. Ей некуда деваться, она всё равно отступает. Если человек верит в этот метод, нет такой силы, которая бы могла подбедить силу Духа, силы нашей воли. Больше того, эта молитва, она открывает объём работы. Вот, допустим, человек живёт себе и живёт, но если он по утрам молится, у него реально появляется возможность в сердце понять, болеет он или нет. Допустим, некоторые не знают, есть ли у меня опухоль какая-то. Бегают по всяким УЗИ и так далее. Просто по утрам совершайте эту практику, и у вас чётко в сердце будет известно, болею я или нет. Может быть, я не болею ничем тяжёлым, и в сердце будет известно. Или лучше иди, обследуйся. Бог не говорит, не пугает человека, пугают только Духи. Чаще всего по ночам. «Ой, мне вещий сон был, Олег Геннадьевич, я умираю». Это Духи так действуют. Но если Бог подсказывает, то Он это делает спокойно. Он из сердца подсказывает спокойно, без всяких эмоций. «Иди, обследуйся». И с такой верой хочется пойти и обследоваться. Это очень важно знать, что эта техника есть. Это не моя выдумка. Это совет всех священных писаний. Связать свою жизнь со святостью. Кланяться, служить святости. Благодарность. Читать? Не буду. Хорошее письмо такое, доброе. Я даже узнала, что у меня был день рождения. Человек узнал. И меня благословляет. Спасибо большое. О, да это от всех. С уважением, Ваше Рижанье. Спасибо вам большое. Опять благодарность. Ну вот это важно прочитать, кстати. Я не буду про лекции. Тут благодарят за лекции. В клубе «Благость» получила поддержку, обрела удивительных друзей. Поменялся круг общения. Изменилась моя жизнь и жизнь моих подруг. Лаура. У вас клуб «Благость» работает здесь, да? Пожалуйста, знайте, что здесь есть клуб такой, который обсуждает мои лекции. Люди собираются, общаются разных феер, направлений и просто приходят, общаются о самосовершенствовании. По моим лекциям общение идёт. Когда этот клуб проводится? Когда будет собрание следующее? Никто не знает. Как-то же так. Насчёт лечения, вот тут вопрос насчёт лечения. Пожалуйста, подходите к моему помощнику, врачу, узнавайте все эти вопросы, связанные с болезнью. Так, опять благодарность. Вопрос. Существует ли правило выбора имени для ребёнка согласно ведам? Согласно любому учению есть правило выбора имени. Имя влияет на судьбу человека. Это факт. И выбирать имя надо согласно своей вере. Вот какая у тебя вера, такое имя надо выбирать. Допустим, есть православные имена, есть католические, есть ведические и так далее. Каждый в своём направлении должен выбрать имя ребёнку. Это надо обращаться к местным специалистам в этих вопросах. Когда ребёнок родится, по этому времени можно тоже судить. Есть связь между временем рождения и именем. Мой коллега и друг, с которым мы планируем бизнес в будущем, признался, что иногда видит будущее во сне. От этого страдает его психика. И он злоупотребляет алкоголем. Как я могу ему помочь? Сначала помогите себе, а не ему. Если вы с ним хотите открыть бизнес, серьёзно подумайте, стоит ли это делать. Если человек употребляет алкоголь, у него разум не может быть устойчивым. И такой человек не способен принимать правильные решения. Если он не будет принимать правильные решения, ваш бизнес будет страдать без всякого сомнения. Тот, кто открывает своё дело, свой бизнес, должен иметь устойчивый разум. Это значит, что у него не должно быть вредных привычек. Когда человек открывает своё дело, он отвечает также за других людей в своей жизни. И так как он отвечает за других людей, ему надо больше силы в жизни, чем просто на самого себя. Поэтому человек не просто должен иметь сильный разум, а ему ещё придётся его обязательно отдавать. Ему придётся делиться своей силой с другими. И поэтому ему больше надо энергии тратить в своей жизни, чем всем остальным людям. Поэтому будьте осторожны. Если вы ещё не открыли бизнес, знайте два правила. Первое правило — лучше открывать бизнес одному. Потому что когда успех в бизнесе наступает, фирма разлетается обычно, люди делят деньги. Это очень и очень часто бывает. Любой даже самый устойчивый человек, когда он получает деньги, ему хочется и власть заодно. Ну то есть не делиться властью, а иметь личную. Ему легче уже тогда своё предприятие делать, чем с кем-то делиться. Лучше открывать бизнес одному и нанимать наёмных людей, чем вместе с кем-то. Но есть ещё другой вариант. Если вы соратники, духовной практикой вместе занимаетесь, то можно командой открывать бизнес. Не два человека, а три лучше. Но лучше, когда эта команда имеет духовную силу, когда вы вместе занимаетесь духовной практикой. Вы соратники. Вот тогда это будет сила. И у вас коллегиальные решения на всё будут совместные. У меня есть целые много-много лекций на эту тему. Я читаю в Москве, в Питере. Пожалуйста, ищите эти лекции, изучайте. Там много для вас очень важной информации. Я руководитель в крупной компании. Почему всё подчинённые, в кого я вкладывал больше всего силы, души, рано или поздно меня предавали? Это всё связано с отношениями. Вот смотрите, если вы хороший, серьёзный руководитель, то нельзя… То есть надо изучать, что такое отношения. Есть отношения с равными, со старшими и с младшими. Если вы начинаете делать с младшими отношения как с равными, то эти люди расслабляются в деятельности, и рано или поздно начинают вас эксплуатировать как старшего. У вас больше возможностей, они поэтому вами начинают пользоваться, манипулировать и, в конце концов, предают. Это первая причина, почему младшие предают. И вторая причина заключается в том, что есть два типа мотивации. Есть мотивация страхом и есть мотивация идеей. Идеей — это никогда не может быть деньги. Деньги никогда — это не идея. Если вы мотивируете зарплатой человека, это значит, что вы мотивируете его страхом. Это не мотивация идеей. Мотивация идеей означает, что ваша деятельность, она нужна Богу. И вы вдохновляете людей действовать для развития внутреннего, то есть трудиться для Бога. Вот у меня сейчас 70 человек так трудятся в моём предприятии. Вот. А попытайтесь это понять, что если вы не мотивируете, не можете мотивировать людей духовной энергией, и если вы не собираетесь с ними, не обсуждаете духовные вопросы, тогда надо их держать в строгости. Если нет ни одной из мотиваций, значит, люди расслабляются, и вы их можете потерять. Мотивации только две — или страх, или вдохновение. Одно из двух. А если человек не имеет ни страха, ни вдохновлён духовным, значит, он, несомненно, будет наглеть и мучить вас. Без всякого сомнения. А в целом, если вы хотите серьёзно знакомиться с этой темой, на это надо читать целые лекции. У меня есть много-много лекций. Я думаю, что лекции 15 я уже для лидеров прочитал в Москве, в Питере, если не больше. Изучайте их, и вы найдёте на все эти вопросы. Это ключевые вопросы. На них очень много я говорил в каждой лекции. Постараюсь объяснить суть вопроса. Так, пока. Ну, в общем, человек много ездил в разных местах и искал теплоты, близости, душевных отношений. Душевные отношения не в странах разных бывают. Они бывают только в религиозных отношениях. И вот мы решили ехать на фестиваль «Благость». Заявки отказали, потому что уже набраны люди. Олег предлагает мне ехать вместо него. Ну, съездить надо, если он предлагает съездить. Надо на сентябрь записываться, если в мае не успели. Просто сейчас ситуация такая в России, что люди, как бы, они... Ну, им тяжело отдыхать за рубежом, потому что это стоит в два раза дороже теперь в России, чем раньше. Поэтому они отдыхают по местности. У нас 700 человек на фестиваль «Благость» набралось за один месяц. Ну, то есть мы начали регистрацию в январе и закончили в январе. Ну, то есть всё, как бы, она закрыта. Это на май месяц. Но есть сентябрь, приезжайте. Там очень сильно меняется жизнь. Там 700 человек приезжают, и целый день, две недели идёт работа над собой. С утра и до вечера человек погружается в атмосферу вот эту духовную. И там и есть практики разные такие, как цигун, пранаяма, йога, танцы для женщин. Потом есть лекции, есть тренинги, есть концерт по вечерам. Кто хочет, может молиться. Там есть практика молитвы тоже. Ну, то есть вот так вот. И для детей отдельный фестиваль делается. Приезжайте. Итак, первое, что человек должен понять в своей жизни, что все вопросы решает поиск веры. Ну, некоторые говорят, Олег Геннадьевич, я не хочу ходить ни в какой храм. Я не хочу ни в какую конфессию. Там меня к чему-то заставляют, принуждают. Поймите, что развитие себя имеет три стадии. А вы говорите сразу о третьей. Первая стадия — это просто понять, что есть другой смысл жизни. Когда человек начинает осознавать, что есть три слоя жизни вообще в целом. Первый слой — это жизнь в невежестве. Что такое жизнь в невежестве? Когда человек живет в депрессии, в болезни тяжелой, не может выкарабкаться. Он наркоман или пьяница. Или он безработный, мыкается там по помойкам. Или он живет в криминальном бизнесе, находится. Это все жизнь в невежестве. Эта жизнь, она беспросветна по своей природе. Она приводит к деградации. Но человек, как попал в колодец и не может выбраться из него. Так веды сравнивают. Жизнь в невежестве. Так живут не так много людей. Может быть, 10%. Дальше большинство людей живут в страсти. Что такое жизнь в страсти? Человек верит в процветание. Он считает, что если он найдет хорошую работу, получит хорошее образование, будет здоровым, у него будет хорошая семья, хорошие дети, будет достаточно денег для жизни, он будет счастлив. И люди для того, чтобы достичь всего этого, очень тяжело трудятся, образовываясь и работая, образовываясь и работая. То есть они очень много сил и времени тратят на это в жизни. Веда объясняет, что жизнь в страсти, она всегда приводит к разочарованию. Всегда. Когда человек ставит свои цели, вот такие цели, всегда результат только один — разочарование. Почему? Потому что такая жизнь, она не разжигает в сердце человека бескорыстия и любви. Она увеличивает жадность, желание достичь своей цели, увеличивает занятость, уменьшает свободное время с каждым годом, увеличивает напряженность. Человек, ставя вот эти внешние цели, он как бы борется со всем миром. Он входит в состояние вот этой дикой конкуренции. То есть он пытается достичь своих результатов любой ценой, теряет силы, теряет здоровье, теряет отношения. Потому что когда люди заняты трудом, им некогда строить отношения. Теряются отношения. Человек, так как он сильно устает и не умеет отдыхать, потому что цель его гложет, он не может от неё отдохнуть и расслабиться. Материальная цель, она всегда забирает силы. А духовная цель, наоборот, силы даёт. Вот если, допустим, цель думать о Боге, это всегда увеличивает силы и счастье. А если человек думает о домике, чтобы его построить, он всегда в напряжении. Правило жизни таково. Попытайтесь это понять. Как люди живут в благости? То есть люди в страсти теряют силы, теряют время, у них сокращается время, портится здоровье, разрушаются отношения. Результат жизни в страсти. Четыре стадии. Первая стадия — энтузиазм. Кажется, что всё по плечу. Вторая стадия — напряжение. Человек трудится тяжело, он чувствует, что ему тяжело, он устает. Третья стадия — усталость. Человеку очень тяжело становится, у него не хватает сил. Четвёртая стадия — надлом или надрыв, или болезнь, или депрессия, разрушение семьи, разрушение бизнеса и так далее. И человек оказывается в такой неожиданной ситуации потерянности. Он чувствует, что он к чему стремился, он это потерял. У него наступает депрессия, потому что цель жизни, она даёт человеку счастье, от неё счастье идёт. Цель жизни разрушена, счастья нет, всё в организме начинает разрушаться, потому что энергией счастья питается и организм, и грубое тело, и психическое тело, и разум, всё питается энергией счастья. Нет счастья — нет жизни. Поэтому человек должен понять, как работает система вообще, как надо правильно жить в этом мире. Первое, что нужно понять, — ставить надо самую высшую цель. Я хочу почувствовать Бога, почувствовать святость, почувствовать чистоту, почувствовать бескорыстие, желание служить. Я хочу научиться жить не для себя, не для своего достатка, жить для других. Хочу творить добро, хочу сажать деревья, хочу помогать людям, хочу любить, желать всем счастья, прощать, просить прощения. Я хочу так жить. Это моя главная цель. Когда человек так настроен, что дальше происходит? Дальше происходит следующее. Вся его психическая энергия соединяется с Богом, наполняет его, этого человека, и начинает наполнять следующие цели. Человек, который так настроен, у него увеличиваются внутренние возможности жить, у него улучшается характер. Сейчас вот любого работодателя спросить, тебе нужны люди с хорошим характером? Он скажет, где их найти, давайте мне людей, чтобы они любили трудиться, чтобы они были честными, бескорыстными, чтобы они не тянули деньги, чтобы они хорошо, уважительно относились. Где такие люди, Олег Геннадьевич, покажите мне? Я могу показать люди, которые сидят в этом зале. Кто из вас работодатель? Есть? Кто вам нужен? Какой специалист? Продавцы. Кто из вас хочет быть продавцом? Поднимите. Вон, вставайте. Вставайте. Вон, знакомьтесь. Вот этот человек. Отойдите, познакомьтесь с ним. Он слушает лекции, это гарантия, что это будет человек развиваться в лучшую сторону. Это гарантия. Я вам сто процентов говорю. Главное – разум в человеке. Разум. Если человек стремится к Богу, он будет хорошим. Сто процентов. Еще кто работодатель? Кто еще сзади, да? Кто нужен? Кто хочет быть поваром или продавцом? Поднимите руку. Никто не хочет быть поваром или продавцом? Ну, хорошо, ладно. Видите, когда люди посещают духовные мероприятия, многие вопросы жизни решаются. У меня люди некоторые знакомятся прямо на лекции. Находят себе работу и так далее. Все очень легко решается. Когда люди в духовной атмосфере находятся. Так помогает Бог людям. Так действует энергия Бога. Благостная среда означает близкие отношения. Итак, смотрите. Когда человек начинает работать над собой, соединяет себя с Богом, первое, что он получает – много счастья в сердце сразу. Жить легче становится не потому, что деньги появляются, а потому, что счастье в сердце приходит сразу. Меняется характер, меняется социальное окружение. Человек, улучшая характер, поднимается по социальной лестнице вверх. У него другое окружение возникает сразу. Он с другими людьми уже строит отношения. Следующее, что происходит. Меняется судьба человека. У него появляется больше психической энергии, больше силы воли, больше работоспособности, улучшается память, улучшается, отрезляется. Он понимает, что ему нужно в жизни, чего не нужно. Он начинает чувствовать опасность. Он чувствует, куда не надо идти – куда надо. Куда не надо ехать – куда надо. Вот женщина написала, съездила в Лондон и вернулась назад. Почему она съездила в Лондон и вернулась назад? Потому что прежде, чем поехать, надо помолиться сначала в месяцочек и в молитве почувствовать, надо туда ехать или нет. Бог всё знает. Вы будете точно знать, надо или нет. Мне даже месяц молиться не надо. Я просто уже помолился с утра. И это энергия молитвы. Вы спрашиваете, а сразу чувствую ответ. Понимаете? То есть Бог всё знает в сердце. Но если человек не молится, он в неведении живёт. Ему неизвестно, что делать, как жить. У него нет знаний. Он не чувствует ничего. Он находится в состоянии страха постоянного. Некоторые думают, что Россия нападёт на Ригу, на Латвию. Я вам точно говорю, что не нападёт. Ну вот железно. Я это чувствую. Может ли напасть вообще? Всё, что угодно в этом мире может быть. Но я вот чувствую, что на Латвию Россия не нападёт. Я это в молитве понял, почувствовал. Поэтому нет беспокоиться в необходимости об этом. Это моё мнение. Но это вас может не убедить. Вам надо самим молиться, чтобы это понять. И таким образом человек должен жить. Он должен в молитве, в отношениях с Богом всё решать, все свои вопросы. Итак, жизнь благости означает, что человек главной целью ставит самосовершенствование, отношение с Богом. Все остальные цели будут решаться сами. Смотрите. Если человек заслужил чего-то, Бог это сразу даёт. Приведу пример. Я в молодости пытался рекламировать свои методики. Как я лечу, всем рассказывать. И часто люди приезжали, которых я вдохновлял на лечение. Они лечились, им не помогало. Ругались на меня и уезжали. До сих пор в интернет висят некоторые отзывы. Там 10, 15, 20 лет назад. Потом, знаете, до меня дошло. Хоть я лекции читал уже в это время, но до меня не доходило. До меня дошло. Что не нужно ничего делать искусственно. Вот насколько человек развился, настолько люди его оценивают. Если ты развился как врач, тебе не надо себя рекламировать. Люди сами узнают и приедут. Нет необходимости. Понимаете, это точно так же каждый из вас. Если вы развиваетесь до какой-то степени, вы получаете работу. Развиваетесь до какой-то степени, получаете мужа. Развиваетесь до какой-то степени, до нужной. Получаете хорошее общение. Развиваетесь, получаете веру. Есть три стадии. Сначала человек должен просто выбрать путь. Первая стадия — выбор пути. Не хочу жить в страсти, хочу жить в благости. Всё, это ваш выбор. Ваш выбор не в сторону материального развития, а в сторону работы над собой. Больше времени изучать, как правильно жить, слушать лекции, молиться. Каждое свободное время — это выбор. Сначала хочу жить в благости. Первая стадия. Вторая стадия. Человек начинает трудиться в этом направлении. Сначала напитывается. Он слушает лекции на первой стадии. Он как губка впитывает, впитывает, впитывает. На это может год уйти. Потом, когда он уже чувствует, что всё, ему это нравится, он начинает с утра вставать рано, меняет питание, меняет режим дня, начинает молитву. Эта вторая стадия означает развитие. Человек начинает развиваться. И третья стадия какая? Третья стадия такая, что человек выбирает веру раз, выбирает себе наставника два, и у него само собой решаются вопросы жизни. Что значит само собой? Человек заслуживает чего-то, он это получает. В этом мире так всё устроено. Заслуживаешь — получи. Не заслуживаешь — никак не получишь. Нужно заслужить. Но люди чаще всего незаслуженно пытаются силой взять что-то в своей жизни. Вот как женщине в силу выйти замуж? Надо очень и очень красиво одеваться, улыбаться. Красиво всё делать, красиво. Да, это привлекает, факт. Привлекает. Вопрос кого? Просто если мужчина разумный, он привлекается не внешней красотой женщины. Он ищет внутреннюю красоту. И именно разумный мужчина, только разумный мужчина может принести счастье в семейной жизни. А все остальные просто пользуются женщинами и вышвыривают их из своей жизни. Хочешь внешней красоты — получаешь внешнего мужика. Он попользовался — выбросил. Хочешь внутренней красоты — работай над собой. Краситься тоже надо. Женщина должна быть красивой. Это всё надо. Но главное — работа над собой. Каждому человеку для этого, это для каждого человека — это главное. Итак, первое, что нужно решить для себя. Я живу ради счастья или ради служения? Это принципиально разные вещи. Если я хочу счастья, значит, я буду в страсти. Я буду стремиться к зарплате, к дому, к тому, что Бог просто даёт за труд. А я буду это получить, желать всеми своими силами. А это труднодостижимо. Когда люди живут в страсти, их жизнь очень скована. У них нет глубоких отношений друг с другом. У них деловые отношения. Они одинокие все. У них нет дружбы. Эта дружба имеет или эмоциональный характер, а люди сходятся просто эмоционально друг с другом. И они дружат, пока есть такая возможность. Пока одному из них тяжело не становится или он меняет направленность жизни. Эта дружба раскалывается. Второй тип дружбы в страсти — это дружим на отдыхе, ездим вместе отдыхать. Или родственная дружба. Мы родственники, поэтому дружим. Это дружба в страсти. Она имеет очень поверхностную природу. Дружба благости основана на единой цели. Люди дружат, потому что они идут в одном направлении. Они глубоко пытаются действовать. У них при этом нет эмоций. Вот у меня есть друзья, с которыми у меня эмоциональная несовместимость. Я бы ни за что с ними не стал дружить, если бы я не занимался духовной практикой. Но так как мы идём одним путём, мы с ними объединяемся одной целью, одной идеей, и мы становимся соратниками, друзьями. У нас очень глубокие отношения. Именно другие люди, не такие, как ты, тебе подскажут то, что ты сам не понимаешь. Обычно люди дружат с такими же, как я. Они ничего не подскажут нового. Но духовная дружба, она выше. Она может с противоположными людьми даже быть, не такими, как ты. Выбрать надо, жить развлекаясь или жить служа. Второе, что нужно понять, чем выше цель, тем больше счастья. И третье, что нужно понять, высшее образование в работе над собой человек получает только внутри какой-то религиозной традиции. Высшее образование означает глубокое знание, как молиться, как служить Богу, как работать над собой, как жить правильно в семье, как кушать, как поститься. И много-много всего в деталях человек может получить только внутри рамках, в рамках какой-то духовной традиции. Почему? Потому что есть любители математики, а есть профессионалы. Есть Кембридж, а есть просто школа любителей высшей математики. В этой школе там каждый, чего хочет, то и говорит. А есть традиционная наука, есть исследования многих людей, которые объединяются в одну систему. Так и традиции тоже духовные. Только не надо, надо в духовной традиции разделить две вещи. Первая вещь — это закостенелые религиозные лидеры, которые, ну, больше склонны к какой-то закостности мышления и антагонизму к этому миру. И есть духовные лидеры, которые всех любят, этот мир любят и очень интенсивно занимаются духовной практикой. Обычно у них прогрессивные взгляды. Что значит прогрессивные? И они не выглядят, как сектанты, эти люди. Они люди общества, люди мира. Понимаете, вот такие люди, надо за ними следовать в духовной жизни. А не за теми, кто как бы отгорожен от всех и говорит, это туда не ходи, сюда не ходи, это неправильно. Вот с такими людьми не надо иметь дело, они вам не помогут. Вот именно из-за таких людей вы думаете, что религия — это страшно. Эти люди всегда на поверхности. Если в любой храм зайдёшь, вас сразу они как пауки оцепляют. Плоточек одевать, кто-то делает, это не делает, туда не ходи, сюда не ходи. Вы думаете, нет, больше не пойду в этот храм. Им просто общения не хватает. Нужно искать возвышенных людей. Означает сердечных, добрых. Религия — это знание для души и высшего счастья, а безбожие — это знание о том, как забыться в этом мире. Посмотрите, большинство людей пытаются забыться. Вот я в самолёте летел сюда, в Ригу, и большинство людей сидело и смотрело фильмы. Это что такое? Почему они смотрят фильмы в этом самолёте? Потому что там тяжело, там трясёт, и надо что-то делать. Одни люди молятся, а другие смотрят фильмы или в компьютерные игры играют. Что они хотят в это время? Просто забыться. Просто или спят, или смотрят фильмы. А что там в этих фильмах? Ну, какая-то ерунда, понимаете? Просто развлечение чувств и всё. И толку никакого нет. Ну, что смотрел, что не смотрел. Нет никакого смысла вообще. А впечатления очень глубоко проникают в сердце. И потом мучают. Хочется того же самого в жизни. Зараза, в общем. Зараза какая-то. Можно же не обязательно развлекаться в самолёте. Можно снимать напряжение духовной практикой. Можно молитвой снимать напряжение. У меня разок такая ситуация была. Я часто летаю на самолёте. Я полетел, ну, обычно на взлёте я начинаю молиться и пытаться понять, как будет этот полёт протекать. И в один раз, в один полёт я сел, начал молиться и чувствую, что будет трудность, что будет какая-то опасность во время этого полёта. и я помолился хорошо и почувствовал, что ну, какая-то трудность будет, но опасность миновала. И была такая ситуация, что когда мы садились, был очень резкий и сильный порыв ветра. Это прямо во время самой посадки произошло. И самолёт, он вот так садился, вот так, раз, два, три, четыре. Вот так вот, представьте. Если крыло касается земли, всё. Сколько человек в салоне, столько крестиков. Шансов выжить нет в момент посадки. И он не коснулся, там было какое-то расстояние, вот так дык-дык-дык-дык-дык и сел. Все стюардессы, когда мы выходили, говорили, приятного вам дня. Ну, лицо было бледное, как смерть. То есть, приятного вам дня. Понимаете? Ясно, что люди перепугались. Молитва спасает жизнь, без всякого сомнения. Опыт моей судьбы. Многократный. Много-много-много всего. Можно книжку целую написать. В Бхагавадгите говорится, только тот, кого не беспокоит, не прекращающийся поток материальных желаний. может обрести мир и покой, а не тот, кто живёт, чтобы удовлетворять свои желания. И здесь написано, как живёт человек, которого не беспокоит, не прекращающийся поток желаний. Есть два направления желаний. Желание — это желание счастья. У нас каждую секунду тело нуждается в энергии счастья. Вы знаете об этом или нет? Чтобы каждая клеточка жила в теле, нужна энергия счастья. Нет счастья, сразу там начинаются какие-то проблемы и болезни. Ум, психическое состояние ума, ум постоянно хочет счастья. Нужно счастье. И счастье приходит или из судьбы, или из разума. Разум — это вектор, направленность, которая приносит счастье. Разум связывается с целью в жизни, и из цели приходит счастье. Если целью является Бог, что самое качественное и высшее счастье человек получает в свою жизнь. И вот смотрите, есть два способа получать счастье. Один способ — это искать его в этом мире. Вот искать. Чувства, направленные наружу. Хочу мороженое, хочу замуж, хочу дом, хочу деньги, хочу то, хочу сё. Вот. Этот человек никогда не будет счастлив. Он будет мучиться всё время. Теперь. Здесь написано в Бхагавадгите, что подобно рекам, впадающим в океан, который всегда полон и вместе с тем безмятежно спокоен, только тот человек, у которого так чувства настроены, может обрести мир и покой. Чувства должны не наружу течь, а подобно рекам, впадающим в океан, они должны идти. Океан — это наше сердце, а реки — это чувства. И когда чувства все текут в сердце, и там получают счастье от Бога, от молитвы, от Бога, от отношений, от любви, вот тогда человек становится полон и безмятежно спокоен, а не тот, у кого чувства направлены вовне. Попытайтесь это понять. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok